Дорогие, я хотел прочитать сегодня, когда мы вместе с вами празднуем праздник и благодарим Бога за наших отцов. Один стих из посланий к Веселоникицам. И вместе с вами поблагодарить Бога за этот особый дар, который Бог дал нам в лице наших отцов. Итак, пятая глава, Ephesians, chapter 5. Я прочитаю 23 стих. Пятая глава, 23 стих. Муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. И Он же Спаситель тела. И 25 стих. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Кто из вас скажет, ну, здесь вообще речи об отцах не идет. Ну, для того, чтобы стать отцом, нужно сначала понять и стать мужем. Не так ли? Мужем по сердцу Божьему. Знаете, некоторые думают сегодня, что, так называть, успешные или благословенные отцы становятся тогда, когда молодые люди, поженившись, у них появляются дети. И вот человек, придя в роддом, увидел свое чадо, сына или дочь. У него в жизни все радикально меняется, и он становится благословенным отцом. Вы знаете, это может быть из мира иллюзий, но на самом деле такое не происходит. Отцы формируются, вот видите, вот ребят наших, вот семилетних, восьмилетних, да? Это будущие отцы. Сейчас происходит их формирование в будущих отцов. Многие вещи, которые сегодня в детском возрасте закладываются в мальчика, это то, с чем будущий отец будет жить, воспитывать своих детей, и, скорее всего, с этим будет умирать. В израильском народе очень понимали эту важную истину, и они понимали, что человека, когда он в детском возрасте, кто-то говорит до пяти, кто-то говорит до семи лет, что ты вложишь в него до семи лет, с тем он останется жить. Поэтому и даром в нашем обществе, в Советском Союзе, люди говорили, дайте мне вашего ребенка на пять лет, и мне больше ничего не надо, я его с него сделаю, будущего, так сказать, коммуниста или кто его знает что. Поэтому насколько большое внимание уделялось формированию молодого человека, мальчика, подростка, юноши? Соломон, понимая это, он говорит, что «Сын мой, я хочу тебя научить страху Божьему». И когда молодых людей в детстве учат, что значит бояться Бога, эти богобоязненные молодые люди постепенно превращаются или становятся благословенными отцами. Как я вам сказал, когда мы молились сегодня, что это сегодня серьезная трагедия нашего общества, в котором мы живем, это безотцовство. Я подумал, знаете, из тех 18%, которые в нашей стране сегодня живут при родном отце и родной маме, дети, сколько из этих 18% испытывают благословение от отцовства? Еще меньше процентов. Почему это, друзья мои, важно? Потому что враг тоже понимает, чтобы нанести ущерб, чтобы в человека с молодости не было заложены главные принципы, фундамент, на котором потом бы строилась его жизнь, его легко потом будет любым искушением подкосить. Я смотрю на молодых людей иногда в Библии, не знаем, кто их были отцы. Вот вы знаете, допустим, кто был отец Даниила? Не знаем. Но почему-то этот молодой человек в своем подростковом возрасте он понял определенные принципы, которые некоторые до конца дней своих жизней не понимают. Библия нам не говорит, кто были отцы трех молодых юношей, помните, в Вавилонском царстве, Сидраха, Мессаха и Авдинага. Но почему-то эти только трое встали и сказали, мы поклоняться вот этому не будем. Я всегда думаю, кто проявил к ним отцовство, кто этому их научил? Кто передал им эту истину, что эти люди готовы своей жизнью рисковать ради того, чтобы отстаивать то, во что они верят? Насколько, друзья мои, это важно иметь тех, которые этому наставят и это передадут. Поэтому это серьезная, серьезная ответственность, которая сегодня возложена на всех нас. Я бы не сказал, не только на отцов, а всех тех, кого Бог призвал явить миру сему Бога Отца. Это мы с вами, знающие Господа. Сегодня я бы хотел с вами поделиться, поговорить о трех проблемах, проблемам, которые сталкиваются сегодня отцы. И некоторых, по каждому пойнту, несколько практических советов дать о том, что и говорит Писание, для того, чтобы нам выполнить эту миссию отцовства на земле. Как я сказал, это не только касается отцов. Это же самое могут проявлять и бабушки, и дедушки, и мамы, и папы, и тети, и дяди, и молодые люди, которые знают Бога, как своего отца. Конечно, в первую очередь те, которые являются и в физическом плане отцами. Я однажды присутствовал на семинаре для семейных в городе Сиэтле, и проводили мы опрос. Там была одна часть, где были одни мужья собраны, потом одни жены собраны. Я вот проводил опрос среди женщин, какие самые три серьезные проблемы вы видите в отцовстве сегодня. И вот эти три главные, которые они обозначили, о них я сегодня коротко хочу сказать. Первую, которую самую большую проблему сказали люди, сестры на этом, жены на этом семинаре, первая проблема это проблема с духовным лидерством. Проблема духовного лидерства. И они по-разному рассказывали те или иные истории из жизни и говорят, мы живем в семье, вроде бы в христианской семье, но в семье нету духовного лидерства. Друзья мои, как вы думаете, в христианских семьях это сегодня проблема, когда есть отцы, которые не проявляют духовного лидерства? Это серьезная проблема. Кто-то скажет, но есть реальные причины, почему это происходит, конечно, причины есть, и эти причины озвучивались. Итак, мы с вами прочитали с вами текст, где Писание говорит, что муж есть глава жены. Когда люди соединяются в семью и понимают ответственность, что такое глава, если мы почитаем первое послание Коринфянам, первая глава, третий стих, там сказано, что всякому мужу глава кто? Христос, а Христу глава Бог. Здесь говорится, что жене глава муж, то есть у Господа есть определенная иерархия, ответственность, которую Он наделил, и те, которые находятся, так сказать, в этой иерархии ниже должны признавать авторитет того, кто стоит выше. Это Бог так учредил, друзья мои. Это не то, что мы кого-то унижаем и кого-то возвеличиваем. для того, чтобы общество и семейная ячейка общества правильно функционировала, Бог сказал, что муж должен быть главой в семье. Муж тот, который должен быть лидером духовного формирования в семье. Кто-то скажет, а если у нас этого нету, а если у меня папа неверующий, а если муж вообще безбожник, это разные ситуации бывают. Мы сейчас говорим о той картине, который план, который был Божий для семьи и для отцов. Итак, если это проблема, я вам скажу несколько причин, которые обозначили люди, почему эта проблема. Одна из серьезных проблем, почему нету духовного лидерства среди мужей сегодня в семьях. это потому, что, друзья мои, у людей нету духовного понимания, что является главным, а что является второстепенным в жизни. Скажите, если бы муж, который любит свою семью, если он знает, что завтра нужно платить Билла, а платить нечем, и завтра семья будет на улице, он что-то будет делать для того, чтобы Биллы были оплачены? Ну, если он любит семью свою? конечно, конечно, да. и что у них силы нету взять Священное Писание и почитать со своей семьей, со своими детьми? Итак, три практических совета в контексте этой проблемы. Первое embrace your headship. Embrace your headship. То есть, друзья мои, дорогие мужья, дорогие отцы, примите Божье постановление. Вы назначаетесь Богом быть лидерами в своей семье. Вы знаете, нужно это принять, эту ответственность на себя. Если человек эту ответственность не принимает на себя, он и живет, как будто этого не существует, хотя в Божьем плане определение принято. Почему это важно принять это в свою жизнь? Если я принимаю истину, что я являюсь главой для своей жены, я понимаю ответственность, которую я несу пред Богом за нее. Но в конечном итоге решение, которое принимает наша семья в духовном вопросах, ответственность я несу пред Богом. Дальше за ее духовное состояние тоже частично отвечаю я пред Богом. то есть это полнота ответственности, которую я беру на себя, но иногда мы уходим от ответственности и говорим да ты там сама позанимайся, я там сам позанимаюсь, да? Жена, ты целыми днями дома сидишь с детьми, да сама помолись с ними, что я должен с ними молиться? Вы понимаете, что происходит? Если мы перекладываем ответственность духовного лидерства, я понимаю, бывают различные ситуации, но мы должны понять, что это моя ответственность пред Богом быть лидером. Второй очень важный момент, что мешает нам проявлять это лидерство духовное в семье сегодня? Это мы часто бываем непостоянными через be consistent. Постоянство это то, что является часто залогом успеха. Когда с детьми проводишь то или иное занятие, да, и ты смотришь, ну не хотят они это делать и все. Собираешь их на молитвы, я помню, сколько раз нас, папы дома не было, нам мама являла отцовство очень часто. Собирала мама нас на молитву, открывала Библию, начиняла читать, и как только она читает открывать Библию, мы начинаем засыпать. Как только она закрывает Библию, мы начинаем играться. Нам весело, нам хочется играть. Библию открывает все, сон наступает. Скажите, разве легко продолжать делать, когда то, что вы делаете, оно не воспринимается людьми, детьми вашими? Думаете, легко проявлять отцовство, когда люди, которым ты хочешь дать самое важное, они говорят, для меня важнее вот это, чем вот то, что ты мне даешь сейчас? быть постоянным в том, что ты делаешь, и делать снова, снова и снова, тогда, когда ты не видишь результата. Друзья мои, в этом благословение лидера, помните, сколько раз Христос, являя отцовство своим ученикам, не видел в них никакой перемены? Продолжались эти все интриги, продолжались это господство или война, кто хочет быть первым, между собою всякие проблемы? Помните, он Филиппу в конце своего служения говорит, Филипп, сколько времени я с вами, и ты еще не видел во мне отца? Ну, что мне еще сделать? Неужели ты не понял, что все дела мои говорят об отце? Вы понимаете, насколько Христос был разочарован? Неужели ты до сих пор не понял? И вы знаете, как сложно проявлять отцовство, когда ты годами одно и то же пытаешься привести до сознания своих детей, и кажется, как будто оно мимо проходит куда-то все. Никакой реакции нету. Друзья мои, будьте постоянны, продолжайте делать то, что нужно делать, даже тогда, когда вы на сегодняшний день не видите в этом, казалось бы, никакого даже нет будущего, нет смысла в этом. Писание говорит нам, в свое время пошнете, но при одном условии, если не ослабеете, если не оставите это. апостол Павел говорит Тимофею настой вовремя и не вовремя, даже тогда, когда кажется, что смысла в этом нету, продолжай молиться, продолжай ходатайствовать, продолжай читать, продолжай звать, продолжай, 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 в свое время пожнешь. Третий практический совет. Practice Christ's Lordship. Вы знаете, можно говорить и с детьми, и с женой о многих духовных правильных вопросах, давать правильное наставление, учить правильным вещам и много доброго и хорошего, вести воскресную школу, все на своем месте. Но в конечном итоге, друзья мои, вы знаете, на что, в чем видят дети реальное отцовство? Я вам скажу, что я видел в своем отце. Я массу проповедей его слышал и до сих пор слушаю, когда еду в дальние поездки, включая его проповеди. Но самая сильная проповедь отца была не за кафедрой. Самая сильная отцовская проповедь, друзья мои, прежде всего, это его отношение к моей маме. Самая сильная его проповедь была, это его отношение ко мне. Как в этих отношениях он являл отцовство? это очень важно. Почему? Потому что много правильных вещей можно говорить, но если говоря правильным и уча правильным вещам, на самом деле я начинаю делать то, что не хотел бы видеть, чтобы мой сын делал по отношению своей жены, то в конечном итоге мы учим чему-то не тому, что должны учить. Апостол Павел говорил очень интересную фразу тоже юным своим последствиям, говорит, то, что ты видел во мне и слышал от меня, и то, что ты видел, и как мы поступали, как вы видели пример во мне, вот это же сам так делай и передай это другим. Поэтому очень важно, друзья мои, нам, как тем, кто проявляет отцовство самим сегодня практиковать в своей жизни Господа нашего Иисуса Христа в практической нашей жизни, в отношениях с людьми, в отношениях на работе и все, много-много-много чего другое. Дети смотрят, как мы реагируем, как мы говорим по телефону, как мы принимаем людей, много-много чего. Они имеют свой взгляд на многие вещи. вторая проблема, с которой мы сталкиваемся, друзья мои, сегодня с отцовством, это проблема with communication, проблема с общением. Вы знаете, действительно, в культуре, где мы сегодня живем, многие приехали сюда, кто сегодняшний отцы, приехали из бывшего Советского Союза. и многие вещи, которые там находились и были уместны, некоторые вещи как минимум не работают уже в этой культуре, не так ли? Ну, во-вторых, у нас, когда мы жили там, большинство людей, допустим, у нас в доме никогда даже телевизора не было. Не потому, что мы не смотрели телевизор, мы их иногда смотрели телевизор в других местах, но телевидение для нас никакого значения не имело. Сегодня, друзья мои, у каждого подростка есть что? Телефончик. А в телефоне есть что? О чем наш советский ящик и мечтать не мог. Любые программы, любые фильмы, все, что хочешь, все там есть. И у каждого свой, и у каждого в кармане. Это не в гостиной комнате, где все на показе, когда ты включаешь все остальные и видят то, что ты смотришь. Это любой подросток и молодой человек может взять к себе, и особенно, когда они уединяются, что они смотрят, где они проходят там, питаются, чем часто бывает неизвестно. Друзья мои, культура, в которой мы живем сегодня совершенно другая, чем была даже 15-20 лет тому назад. «Итак, как же нам сегодня можно убедить наших подростков, убедить наших детей в определенных истинах для того, чтобы их, чтобы они уберечь их от проблем, которые грядут на всю вселенную? ». Друзья мои, вы знаете, часто одними запретами ничего сделать невозможно. Вот если вы к примеру скажете своему, я вам приведу простой пример. Приходит девушка одна, девочка одна домой, 10 лет ей, я был свидетелем этой истории, приходит домой и говорит, скажу вам где-то, было в Калифорнии, мама, у меня в школе бойфренд. Мама, что? I have бойфренд. Мама, сейчас папе скажем. Идет, папу зовет, в 10 лет у нее бойфренд. Папа сказал, все, в эту школу завтра не пойдешь. Какой бойфренд в 10 лет? Ты что? Так, будем искать другую школу, христианскую. А вы думаете, что в христианской школе там другое, что ли? Те же самые проблемы, друзья мои. И папа думает, если он этого ребенка с одной школы переведет в другую школу, да, он решит ее проблемы, и она больше с бойфрендами ничего общего иметь не будет. Друзья мои, мы же понимаем, что это не так. Но иногда самое легче всего что-то запретить человеку. И когда у человека появляется страх Божий, он этот телефон оставит сам, он не будет им пользоваться. Конечно, мы говорим и об этом, но, друзья мои, есть глубже проблема. Человек не понимает, когда иногда становится на молитву, что он может делать вещи, как будто он не молится. Человек пренебрегает общением с Богом. И если мы только на внешнюю сторону смотрим, не разбираем, у нас нет communication. Очень важно это иметь. Второй, очень важный момент в этом intentionally involve other people. Если мы хотим с вами иметь доступ к сердцу или говорить от сердца к сердцу, иногда дети не слышат своих родителей, которые говорят им одно и то же много и много много раз. Не так ли? Они не слышат их. Сыночек, ты понимаешь, что это не надо? Да. А он тоже самое делает. Сынок, ну сколько я тебе раз говорил, что не надо? Ну, хорошо. То же самое делает. насколько важно целенаправленно использовать другие ресурсы, чтобы добиться того результата, который есть. Но удивительно, вы, наверное, убеждались, однажды приходит в гости команда подростков и хозяйка дома так говорит, я буду готовить, вы будете мне помогать. да, все готовы помогать. Так говорит, ты будешь посуду мыть в конце, ты делаешь что-то, сделаешь что-то. Девочка становится, моет посуду, все остальное. Они встречаются в церкви, мама говорит, у вас такая дочь хорошая, она так хорошо даже посуду помыла. В доме я ей говорю, сколько раз посуду мыть, она никогда посуду не моет. Что происходит? Иногда отец в доме может говорить годами одну и ту же истину, она как будто мимо пролетает. А приходит дядя какой-то одетый, знаете, иногда в спортивную форму какой-то, который там может быстрее пробежать, так он мне сказал, вы что? Я помню, когда я с подростками занимался у нас в церкви, одна мама говорит, слушай, я не могу детей, это самое, приучить к определенным, чтобы они стихи учили наизусть и все остальное. Я говорю, так давайте я поговорю с ними. Давайте. Я говорю, ребятки, а в чем проблема у нас учить наизусть? Она говорит, проблем нет. Я говорю, давайте договоримся. Мы с телем поговорили, пообщались. Она говорит, удивительно, почему они учат стихи? Наверное, они устают от одного и того же, знаете, монотонного уже увещевания. им нужен какая-то, может быть, свежая, с другой стороны какое-то слово. И они реагируют на это. Очень важно, я помню, когда папа нам говорил, детки, я знаю, что придет время, когда мое слово перестанет для вас быть авторитетом. И я к этому времени готовлюсь, хочу, чтобы был другой человек, который бы мог восполнить недостаток того, что вы сегодня не воспринимаете от меня. Но это должно быть целенаправленно, друзья мои. Дорогие отцы, кто проявляет отцовство, мы не можем просто детей отправлять неизвестно куда, думая, что там о них позаботиться. Мы должны знать, куда мы отправляем, с какой целью и так далее. Должно быть целенаправленная работа, куда мы приглашаем других людей, иначе может быть еще больше ущерб. И последнее в этом контексте насчет communication, pray and be patient. Молитесь и проявляйте терпение. Иногда много одно и то же говоришь, и нет никакой реакции, что делать. Или у других людей подключаешь, опять, не знаешь, что делать. руки опускаются. Что делать, друзья мои? Молитесь и ждите. Посмотрите, Яков говорит на земледельца, который ждет долго жданный плод от земли и ради него терпит долго, пока Бог не пошлет свой дождь, ранний или поздний, какой Бог пошлет, пока она принесет свой плод, это почва. Молись, продолжайте сорняки вырывать из сердца и жди, Бог обязательно посетит благодатью. Третья проблема, это проблема with training and mentoring. Problem with training and mentoring. В притче 22 глава, 6 стих, сказано, наставь юношу в начале пути, и он не уклонится от него даже тогда, когда и состарится. отцовство, это наставничество, наставничество, которое должно присутствовать. Некоторые думают, когда речь идет о наставничестве, а только о духовных проблемах. Друзья мои, здесь не только о духовных проблемах. в Jewish Community Center у нас есть большое, большое панно, где написано, каждый родитель должен, так сказать, ментор или наставник, быть наставником своего ребенка, научить его определенному искусству, и одно из этих искусств научить его плавать. Вы знаете, что иногда я думаю? Я думаю, поражаюсь тому, что порой как происходит. Вот в семью заходишь, мама на улице, знаете, этими граблями листья собирает, а дочка сидит в комнате и в компьютер играет. Я думаю, как это понять? Ну, она устала, она в волейбол играла целый день. А, она устала, мама многодетная, которая готовила, она не устала, да? Доченька играет в компьютерные игры, мама листья убирает на улице. Что-то слишком все это... Вы помните, доктор Салтер к нам приходил неоднократно в церковь? У него четыре дочери. Я однажды его спросил, скажи, вот ты вырастил дочерей, ты о чем-то сожалеешь? Знаете, что он мне сказал? Ведь я сожалею об одном, что я их ничему в жизни не научил. Им по 30 лет, а чтобы лампочку закрутить, они снова звонят папе. почему? Потому что я сам жил очень сложной жизнью, и он решил со своей женой, что мы создадим нашим детям такие условия, чтобы они ни о чем не беспокоились, ничего не знали. Сыночек, доченька, тебе нужно? Пожалуйста. Нужны тебе комнатные условия? На, отдыхай. Что тебе нужно? Сколько денег надо? Какие кемпы поехать? Сколько нужно? Все, никаких проблем. Цены деньгам не знает человек, навыков никаких не имеет, опыта никакого нету, понимания трудолюбия нету, цены доллара нету, и так далее, и так далее, и так далее. Кого мы растим? Мама, я хочу это. Заработать надо. Мама, я хочу то. Вы понимаете, как будто мама, папа это такая, знаете, бездонная шкатулка, где можно брать, брать и брать и брать. Определенным навыкам это ответственность отцовства научить грядущее поколение. Навыкам не только, как я сказал, духовным, но и обычным житейским навыкам, которые необходимы в жизни. и так, первое, что важно в этом контексте, это invest your time and invest your effort. Одна из причин, почему родители или отцы не учат своих детей. Знаете, почему? Они говорят, что мне легче и быстрее намного самому сделать, чем дать эту работу моему сыну или моей дочери. это в два раза больше времени займет и что еще? И скорее всего поломается, не нужно будет переделывать. А у меня времени нет. И поэтому что происходит? Поэтому я сам делаю. А ребенок в это время занимается социальной медией. Друзья мои, это проблема. Да, инвестируем, когда мы время. Мы знаем, что это время, оно сегодня занимает мне в два раза больше. Но я этого сына или этой дочери учу не просто как кушать рыбку, но я учу его как крючок червячка нанизывать, как закидывать удочку, как вытаскивать рыбку. То есть я учу его skills for the rest of his life. Но сегодня мы встречаем людей, вы посмотрите американская среда, в которой мы живем сегодня. Подавляющее большинство людей, молодых людей, они не знают, в какую сторону закручивается гайка. Я понимаю, женщины стоят возле дороги и ждут, пока кто-то им колесо поменяет, но когда молодые мужчины стоят и вызывают emergency vehicle, поменять им запаску поставить, ну извините, что-то было проблема в чем-то. То есть определенные навыки мы должны инвестировать в это время для того, чтобы научить их, чтобы они были теми, которые обладали и эти навыки могли бы сопровождать их в жизни, по жизни потом. Очень важный еще момент, мы должны понять это земные и небесные благословения, которые ребенок получает от этого наставничества. я помню, папа меня однажды отправил к одному человеку, который у нас в церкви был электрик, электрикой занимался, и он говорит мне, слушай, у меня зрение очень плохое, но научи моего сына электрики. Ну, говорит, окей, когда, в какое время? Ну, вот, когда у него каникулы будут или в субботу, говорит, папа не мог сам это делать, он не обладал этим искусством. Я однажды спрашиваю, папа, зачем, почему? он говорит, сынок, сколько мы будем жить, тебе всегда пригодятся навыки по электрике. Самые элементарные пригодятся. то есть, он видел не просто это сейчас тебе нужно сделать, чтобы ты был busy, но то, что ты навык приобретешь сегодня, пройдет 40-50 лет. Вы знаете, сегодня, когда я беру провода, кручу, я вспоминаю папу. Потому что, когда я закончил школу, я пошел в техникум, я говорю, папа, на какую специальность мне пойти учиться? Он говорит, сынок, электрика, электроника, это будущее. То есть, получи навыки, которые будут иметь в будущем для тебя будут благословенными. Я вам скажу откровенно, никого не осуждая, я не могу понять отцов, которые платят 100 тысяч долларов в год, обучая своих сыновей и дочерей философии Германии 19 века. Этих отцов, я не понимаю. 100 тысяч в год, 4 года, мейджор, главный предмет философии Германии 19-го столетия. полмиллиона долларов, идет сынок с дипломом, пропитанный пропагандой и готов к будущей жизни. Вы понимаете, где мы живем сегодня, в обществе живем? ведь родители эти средства, наверное, с трудом зарабатывали когда-то. Насколько, друзья, нам важно иметь эту практичность тоже понимания не только вечной ценности, которой мы детей обучаем, но еще практическим вещам, которые будут благословлять их здесь, на земле, сколько Бог продлит жизнь. И последнее. Do not shelter your children from pain and failure. Те, кто являют отцовство, друзья мои, они не оберегают своих детей от боли и от ошибок. Это очень важно. Это очень важно. Почему? Потому что невозможно чему-то научить и проявлять отцовство без того, чтобы того, кого ты учишь, пришел к этому знанию или пониманию или опыта не пройдя через боль определенную и не пройдя через определенные ошибки, которые он будет делать. Друзья мои, все из вас, которые находятся в любом бизнесе, в котором находятся, вы же помните, как вы учились на своих ошибках, не так ли? Вы помните, как вы учились, когда вам было больно и вы, превозмогая боль, продолжали делать тогда, когда хотелось все бросить или закончить все? Вы посмотрите, что делает Христос по отношению к своими учениками. Вы думаете, он их избавляет от боли, проявляя отцовство? Нет. Что, он их избавляет от того, чтобы они не сделали никаких ошибок? Нет. Но, делая ошибки, он приходит к ним на помощь, помогает им, объясняет им, наставляет их, говорит им порой, вы не знаете, какого вы духа. Петру говорит одно разные увещевания для того, чтобы снова восстановить, помочь. Ты меня любишь, да? Снова поси овец моих. Вы знаете, иногда такая вот бывает отцовская, настолько бывает слепая любовь, что мы думаем, что если мы избавим детей от всякой боли и от всякой, от всяких ошибок, то мы этим сделаем им лучше. Это не должно быть искусственно. Но иногда, я вам скажу реально, я смотрел, папа работает молотком, бьет гвозди. Стоит рядом сын. Я говорю ему, слушай, а что ты не дашь ему, чтобы он гвозди забивал? О, говорит, он по пальцу молотком попадет. Скажите, а кто пользовался молотком и никогда не попадал по пальцу? Это часть процесса обучения. Один раз попал по пальцу, в следующий раз уже начинаешь думать, что там нельзя подставлять пальцы. Конечно, до определенного предела, не подвергая опасности жизни или здоровью ребенка. Но это очень важно, друзья мои, сегодня. Потому что мир, в котором мы живем, он будет чем дальше, тем более и более причинять определенную боль. В духовном плане, в нашей естественной жизни. И мы порой через боль будем проходить. И Господь, наш Отец, проводя нас через боль, Он говорит, я вас не от боли защищу, но проходя долиной смертной тени, я буду с вами, я накрою тебе трапезу ввиду врагов твоих, я не удалю их от тебя, но я буду с тобою, куда ты не пойдешь. И моя рука поддержит и поможет тебе. Да благословит нас Господь сегодня, дорогие мои, являть отцовство, являть отцовство, потому что Господь сам, явив это нам на этой земле, прошел сам через все это, Он для того, чтобы с нами иметь контакт, коммуникейшн, Он стал человеком. И Он наладил с нами контакт от сердца к сердцу. Он себя не избавил от всякой боли, но взял на себя наши болезни, наши немощи. И Он был тем, который был примером истинного лидерства духовного, будучи примером нам во всем, будучи искушаем, но не сделав греха. Пусть Господь благословит нас проявлять духовное лидерство, дорогие мои, иметь правильные отношения, чтобы дети слышали и понимали нас с тем, с кем мы это попечение совершаем и отцовство совершаем, и третье. Пусть в нашей жизни будет время для того, чтобы мы могли действительно подготавливать, наставлять молодых людей, чтобы, придя в возраст, они не уклонились с того пути, которое наставничество они получили. Да благословит Господь! Давайте вместе помолимся!